Всем привет, ребят! С вами Алнубик и добро пожаловать на мой канал! Сегодня, ребята, я для вас подобрал 8 абсолютно новых мобильных игр, в которые мы с вами ранее еще не играли. Половина из этих игр, а именно 4 игры, похожа на Майнкрафт, но остальные 4 игрушки просто очень популярны. И сегодня мы с вами во все эти игры поиграем. Обязательно напишите в комментах, какая игрушка вам понравится больше всего. А также, если ты считаешь себя самым преданным подписчиком, успей за 3 секунды поставить лайкусик. Ну а начинаем играть с игрушки Хастел Кастел. Ну что же, друзья, вот у нас игрушка загрузилась. Сейчас мы с вами, наверное, будем следовать рекомендациям и обязательно ее пройдем. Изначально нам нужно будет, наверное, спасти какую-то принцессу Оливию. Ну, по крайней мере, здесь у нас... А, нет, смотрите, мы с вами улучшаем казармы. Вот оно что. Здесь мы с вами можем улучшить казармы. И когда мы с вами улучшим казармы, то что, сможем нанять больше войск? А, ребят, вот оно что. Смотрите, мы нажимаем вот этого чувачка. И перетаскиваем его в наши казармы. И теперь что? У нас произойдет вооружение наших воинов, да? Да, у нас, ребята, смотрите, у нас происходит сейчас вооружение наших воинов. Вот этот вот парень, наверное, вооружится. И у нас будет еще плюс один воин. Ну, мне хочется на это надеяться. Также мы с вами можем, смотрите, еще одного лучника создать. У нас Юлия, которая убирала тут все. Теперь она будет лучницей. Значит, у нас теперь есть плюс один новый мечник и плюс одна новая лучница. Хорошо. Дальше нам предлагают перейти на карту. Давайте переходим на карту. Вот смотрите, ребята, вот это наша армия. Ждан и Юлия. Ждан у нас мечник, а Юлия у нас лучница. И мы с вами будем сражаться против двоих орков за 50 яблок, да? Вот у нас тут есть 1000 яблок. И, наверное, 50 яблок стоит один бой. Ну вот, мы с вами будем сейчас махаться. Смотрите, у нас тут наш мечник и наша лучница Юлия сражаются против двоих орков. Они сейчас, наверное, освободят еще двоих. Не знаю, ребят, кто это такие. Это еще два новых местных жителя. Возможно, эти местные жители смогут присоединиться к нашей армии. Сейчас мы, короче, разберемся, что к чему. Переходим в магазин. И здесь мы можем что сделать? Мы можем купить производство еды. И теперь у нас что, еда будет добываться? Ага, ребята, у нас здесь будет добываться сейчас еда. И тогда у нас с вами будет еще возможность побольше нанять, наверное, себе воинов. А, нет, я понял, друзья. Здесь нам нужно будет брать вот этого работягу одну, одного, да, вот эту вот Юлию. И отправлять на добычу еды. А второго работягу, вот этого парня или мужичка, мы с вами отправляем, наверное, на добычу другой еды. Короче, понятно. Здесь нам нужно будет улучшать нашу армию таким вот образом, чтобы потом в дальнейшем создавать себе хорошие войска. Итак, нам нужно с вами для начала ввести наш ник. Мы с вами будем называться Алнубик. Отлично. А вот наша с вами армия и наш с вами замок, скажем так, да. Здесь вот у нас добываются монетки. Вот этот вот парень нам добывает монетки. А вот эта вот девушка, она нам добывает еду. Здесь как раз таки, видите, еда есть и монетки. Это все, что нам необходимо. Также мы с вами, наверное, сможем в дальнейшем улучшать наши казармы. Это у нас получается казна. Это у нас тронный зал. Он нам пока что не нужен. А это у нас столовая. Мы с вами можем столовую улучшить. Смотрите, за 400 монеток мы с вами можем улучшить столовую. Отлично. Пускай она себе улучшается. Через 5 минут у нас столовая улучшится и будет переносить нам больше еды. А мы можем одновременно улучшать еще и казармы. Нет, ребята, видите, мы с вами можем улучшать одновременно только какое-то одно здание. Ну, в любом случае, сейчас у нас уже есть 2 воина. И давайте мы попробуем еще с кем-нибудь посражаться. Смотрите, мы первую с вами миссию прошли, походу, да? А, нет, вот это первая миссия. А что там какое-то? Короче, какие-то леса. Орочи и леса, наверное. Мы с вами одну миссию прошли. А здесь их аж 14. Давайте попробуем еще тогда одну миссию пройти. Вот наши с вами воины. И награда нам сундук и 300 монеток. Погнали. 50 мы с вами еды заплатили. И наши с вами воины будут сражаться. Лучница и наш мечник. Ух, ничего себе, а мечник-то серьезно лупашит. Так, глядите, сколько он наносит повреждения нашим врагам. Вообще отлично. Мы с вами заработали 300 монеток. И заработали еще какой-то сундучок. А как нам этот сундук сейчас вскрыть? Сейчас мы, короче, ребят, разберемся, где эти сундуки. А, вот эти сундуки. Давайте мы его открываем. И в этом сундуке у нас с вами что есть? В этом сундуке у нас, ребята, какой-то новый меч. 261 единица еды и 185 единиц голды. Неплохо. А мы можем надеть этот вот меч? Или не можем? А нет, у нас это получается кладовая наша, да? То есть, в принципе, меч у нас будет в складе находиться. Ну, понятно. Ладно. И тут у нас еще какая-то награда была. Вообще отлично. Нам с вами новую награду сейчас предложат. Если мы ее с вами выполним, то обратно 200 монет их заработаем. Хорошо. Давайте мы с вами попробуем еще одну битву провести. Попробуем еще кого-нибудь уничтожить. Каких-нибудь орков. Видите, вот тут у нас есть поляна стражей. Тут, наверное, орки злые будут. Нам нужно их уничтожить. И мы с вами обратно заработаем какой-то сундучок. Отлично. Погнали сражаться. Орк злой и орк стрелок. Ого. Этого будет, наверное, немножечко сложнее уничтожить. А нет, в принципе, нормально. Смотрите, обратно моя лучница и мой мечник уничтожили вот этих вот злых орков. Заработали 300 монеток награды. И заработали еще один сундучок. Давайте мы еще этот сундучок, наверное, с вами вскроем. Вот этот сундучок. Мы его с вами открываем. И здесь вот у нас что уже будет? Дайте еще немножечко денег, пожалуйста. Дали нам лук, дали 69 единиц еды и 298 единиц голды. Довольно-таки неплохо. Ну что, ребята, если вам игрушечка понравилась, хотите, чтобы я и дальше в нее играл, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, а я пока что поиграю в какую-то другую игрушечку. И это у нас будет Dragon Craft. Так как в эту игру мы с вами ранее не играли, то значит сохранений у нас нету. Просто нажимаем play. И сейчас, наверное, перейдем мы с вами в лобби. Ну что же, вот у нас мир и загрузился. А теперь единственное, что нужно разобраться, что это за мир такой. Вижу прям рядышком возле меня дракончик какой-то есть. Смотрите, ребята, есть дракончик, но я не знаю, как мне его приручить. Я могу его вообще приручить? Так, я могу летать. А, нет, летать я не могу, ребята. Я могу выставлять блоки. Могу эти блоки убирать и могу прыгать, короче. Вот тут у нас есть дракончики. И мы с этими дракончиками, наверное, я его потом кормить как-то могу. Но пока что я ничего ему не могу сделать. Итак, ребята, в принципе, я понял, что это за игра. Смотрите, вот у нас тут с вами в руках есть блоки. Есть у нас тут разные блоки. Например, давайте берем блок земли просто. Вот мы с вами выставляем блок этот земли, куда хотим. Например, вот ставим его вот сюда вот впереди. Добавляем кнопочку add, то есть добавить. Вот, видите, у нас блок добавился с вами. Здесь вот мы с вами еще можем один блок, например, добавить. Еще, видите, сколько хотим, столько блоков добавляем. И также мы с вами можем эти блоки убирать. Просто remove нажимаем, наверное, и они у нас убираются. Понятно. Короче, здесь мы с вами можем строить и добавлять различные блоки. Это что такое? Это рыбки, по-моему, там плавают какие-то. Да, интересно. Тут у нас, оказывается, еще рыбки какие-то плавают. Ну ладно, давайте сейчас еще тут походим. Поищем себе, возможно, каких-то новых дракончиков. Для того, чтобы мы с вами их смогли приручить. Ага, вот у нас в менюшке есть блоки, которые нам доступны. Видите, у нас пока что доступно только первых четыре вида блоков. И все. Все остальное пока что у нас закрыто. Но зато у нас тут доступны, смотрите, дракончики. Мы сейчас можем что-то с драконами... Вот оно что, ребята! Мы с вами можем летать на драконе! Ага! Я понял, ребятушки! Посмотрите! Мы здесь с вами в менюшке можем себе создавать других драконов. И можем на этих дракончиках летать. Вот смотрите, мы можем перейти в новую... На новый остров. Пролететь. И здесь мы с вами можем прыгнуть. Или не сможем мы слезть с этого дракончика. А, мы можем даже огнем кого-то сжигать. Вообще здорово, ребята! Вообще здорово! А слезь я могу с дракончика? Да, вот смотрите, я слез с дракончика. Дракончик находится наверху. Сейчас я могу на него обратно же залезть. Ноу-ноу. Я уже залез на него или же нет? А вот, right! Мы с вами залезли на дракончика. И вот обратно можем летать. Вообще круто, ребята! Вообще круто! Вот это наша получается база. И на этой базе мы с вами будем, наверное, жить, поживать и добра наживать. Давайте мы для начала попробуем слезть с этого дракончика нашего. Пускай этот маленький дракончик тут тусуется. А, блин, как мне выйти отсюда? Они меня не пускают, эти вот два дракона. Ай-яй-яй! Этот вообще спит, короче, чувак, представляете? Ладно, давайте мы вот с этой стороны выйдем. Все отлично, я уже слез. Теперь могу пройти. Смотрите, вот у меня тут есть два дракончика. На одном я уже летал. А этого пока что, ребята, я... Ну, на нем еще не летал. Но я могу его, наверное, тоже приручить, если захочу. А, нет, не могу пока что его приручать. Где этот менюшка, ребята, где эта менюшка? Вот менюшка и вот драконы, которых я могу приручить. Это вот такой вот фиолетовый. Потом вот такой вот какой-то у нас тут есть зеленый дракон и желтый. В принципе, по идее, всех вот этих вот дракончиков, которые тут у меня есть уже, я могу приручать. Всего-то нам всего первых три. А потом нам нужно будет, наверное, поднимать левел. И когда мы с вами поднимем нормально левел, у нас тогда откроются, наверное, новые дракончики. И мы с вами сможем их тоже приручать. Так, а как нам открыть дверь? А, просто-напросто зайти нужно было. Смотрите, как прикольно. Просто-напросто заходим, и дверка сама открывается. Вообще круто. Это наш с вами, получается, домик, да? Да, это наш с вами домик. Но, а как нам, ребята, в этом домике выживать-то, а? Что нам тут можно делать? Можно наверх туда залезть? А, давай-давай, залазим наверх. Нет, вот наверх я не могу залезть, потому что не могу допрыгнуть. Но здесь вот у нас есть лесенка. И по этой лесенке мы с вами можем забраться вверх. Вот, смотрите, круто, друзья мои. Мы с вами взобрались на самый верх нашего замка. И, наверное, вот на этом вот верху, в этом замке, мы с вами должны будем удерживать оборону. Скорее всего, что тут на нас может кто-то даже будет нападать. И с помощью наших дракончиков, и с помощью наших с вами способностей мы будем защищаться. Ладно, давайте попробуем еще сесть на какого-нибудь дракончика, еще немножечко полетать. Это у нас просто трон какой-то такой интересный. Ну ладно, пусть тут на троне кто-то сидит другой. Я буду летать на своем маленьком дракончике. Давайте мы с вами попробуем еще одного дракона тогда приручить. У нас тут уже с вами два дракончика есть. Сейчас мы с вами попробуем еще третьего приручить дракона. Так, а нет, я его не могу приручить, ребята. Я его, к сожалению, приручить не могу. А, например, вот этого могу приручить или нет? Так, этого дракона тоже не могу приручить. Короче, мне позволено было приручить всего-то нам всего пока что одного дракончика. Я его приручил. Это у нас получается вот этот вот фиолетовый дракон. И можно теперь на нем летать. Когда хочу, куда хочу и так далее. Вот видите, я на этом дракончике взлетаю. Он тоже летает. Я могу огнем тут, в принципе, сжигать, что захочу. Но давайте мы дерево сможем сжечь или нет? Давайте блок дерева сожжем. Да, реально, ребят, смотрите. Он поджег дерево и дерево горит. Вот это круто, ребят. Вот это реально круто. Все, пока что хватит. Больше пока ничего не сжигай. Вообще отлично. Наш просто крутой и классный дракончик. Давайте мы сейчас еще много чего попробуем посжигать. Пожар, короче, устроим. Деревья у нас пусть горят. Сейчас мы с вами, возможно, еще кого-нибудь подожжем. Можно нам еще что-нибудь поджечь? Или наши деревья уже сгорели? Вот это вот дерево сгорело. Те деревья сгорают. Ну, короче, прикольная, ребята, игрушка отличается немножко от Майнкрафта, но и есть свои прикольные плюсы тем, что она не похожа как раз-таки на Майнкрафт. То есть много чего есть такого, чего, например, в Майнкрафте у нас не позволено делать. А здесь мы себе можем летать на драконе, потом мы можем заставлять этого дракончика, чтобы он сжигал наших противников, чтобы он вообще сжигал все, что мы захотим. Ладно, ребята, если тоже игрушка вам понравилась, Dragon Craft, тогда пишите об этом в комментах. Я буду играть в нее почаще. Следующая игра на сегодня, в которую мы поиграем, у нас будет Emoji Craft. Ну, а тут что? Тут мы с вами должны что-то, наверное, выстраивать или что? А, мы здесь должны с вами цыплят. Я понял. Смотрите, ребята, здесь нам нужно будет высиживать цыплят. И потом, когда мы с вами будем зарабатывать деньги за этих цыплят, мы с вами можем увеличивать либо скорость, либо время какое-то, не понимаю, что это за время, либо, наверное, цену за этих цыплят. Давайте еще ускорим. Видите, у нас тут теперь намного все быстрее начинается. А, вот оно, что это за игрушка. Нам здесь нужно будет с вами, получается, побольше цыпляток высаживать. Чем больше мы с вами высадим цыплят, тем больше мы с вами заработаем денег. И теперь мы с вами можем даже на новые уровни переходить. Ага, и эти вот новые уровни будут нам приносить. Либо, вот тут вот, видите, мы здесь с вами зарабатываем цыпляты. Цыпляток зарабатываем, а здесь мы, получается, производим томат. И будем зарабатывать уже на томатах, и будем зарабатывать на цыплятах. Вот оно, что. Давайте мы с вами все это памбырику попробуем проускорять. О, вообще отлично. Сейчас максимально мы с вами это все ускорим, чтобы у нас эти вот наши с вами машинки приносили нам очень много денежек. Смотрите, за цыпленком не приносят 6 монеток, а за каждую банку томатов в 55. Понятно, что томатные вот эти вот банки намного выгоднее. Поэтому мы сейчас с вами тогда эти вот все деньги и в томатные банки, наверное, будем вкидывать. Да, давайте мы с вами сейчас попробуем и скорость увеличить, и попробуем увеличить еще вот этот вот запас денег, да, для того, чтобы у нас, получается, побольше денег капало. Неплохо. Смотрите, да, 55 монеток с каждой банки у нас просто так аж отлетают. Цыплята, конечно, слабоватенькие. Мы с вами новый уровень сейчас еще открываем. И здесь уже на новом уровне. Что у нас будет? А, вот у нас третий новый уровень. И как нам его открыть? Где этот третий уровень-то, а? Так, почему-то он у нас не открылся. А, вот, теперь, наверное, все-таки должен открыться. Нет, пока что, ребята, что-то он не открывается. Это третий уровень. Здесь мы с вами ничего не можем, к сожалению, поставить, да, чтобы у нас тут производилось. А почему так? Давайте мы с вами тогда попробуем поулучшать все максимально. Ну, по крайней мере, пока что улучшаем вот эти вот баночки, так как они приносят больше всего денег. Видите, за каждую банку уже 65 монеток мы зарабатываем. До этого было 55. И когда мы с вами перейдем, наверное, на новый левел, можно нам будет открыть еще какой-то новый станок. Смотрите, здесь этих станков очень и очень много. Изначально мы с вами, получается, зарабатываем поменьше денежек, вот этих вот, да, а потом, когда мы с вами добудем нужное количество денег, чтобы открыть еще третий, четвертый и так далее уровни, то тогда, наверное, мы с вами вообще нереальное количество большое денег будем зарабатывать, потому что с каждым новым уровнем денежки нам все больше и больше капают. Смотрите, еще 14 тысяч мы с вами заработали. Вообще здорово. Давайте мы поднимаем тогда еще один новый левел. И теперь у нас что производится? Что-то будет производиться или нет? Нет, смотрите, мы с вами можем поставить какой-то станок для того, чтобы у нас что-то производилось, но для этого нужно 45 тысяч голды. Давайте сейчас мы с вами побырику попробуем накопить 45 тысяч. И если получится... А нет, ребят, смотрите, в принципе не получается. 45 тысяч это очень и очень много. Сейчас я, короче, постараюсь 45 тысяч голды накопить. И тогда мы с вами откроем еще третье предприятие, которое будет приносить нам еще частично какие-то деньги. У нас тут с вами какая-то звездочка выпала. Возможно, она сейчас нам принесет немножечко денег. Итак, смотрим, 7 тысяч нам дали. Отличненько. Хорош, нам еще одну звездочку нужно, либо еще 5 тысяч. И у нас тут откроется новая машина. Вот эта новая машина по добыче каких-то новых продуктов. Не знаю, ребят, что это за продукты будут, но, наверное, что-то прикольное. Мы с вами либо можем себе новый левел поднять. Бонус за уровень. Ну, давайте попробуем новый левел поднять. Отлично, мы новый левел с вами подняли. 45 тысяч у нас есть. Итак, мы открываем новую машинку. И здесь у нас что? Кукуруза. А сколько за кукурузу? А, это у нас попкорн. Сколько мы с вами будем зарабатывать за один попкорн? 500 монеток, ребята. Представляете, за цыпленка нам с вами дают 6 долларов. За банку томатов нам с вами дают 65 долларов. А за один попкорн нам дают аж 500 долларов. Вы представляете, друзья мои? Нам здесь с вами сейчас вот эти вот денежки очень быстро набьются. И мы с вами сможем максимально все это прокачать. Здесь у нас кукурузочка принесет нам очень много денег. Сейчас мы по бырюку это все с вами сделаем. И откроем новый шестой левел. Когда мы с вами открываем шестой новый левел, тогда будем зарабатывать намного больше деньжаток. Вот такая вот интересная и прикольная игрушка. Если она вам нравится, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях, ребятки. Я думаю, что пока что с данной игрушкой хватит. Теперь четвертая на сегодня игра. Это Family Island. Ну что же. Вот наша семья, за которую мы будем играть. Вот у нас мама, папа, тут вот один ребенок, внизу был второй ребенок и еще и козленок, короче, есть. Изначально пройдем, наверное, небольшое обучение. Нам показано, что мы с вами должны кликать два раза на траву. Мама идет эту траву, собирает и что-то, короче, с нее она имеет, да. По-моему, семена пшеницы она оттуда взяла. Так, и теперь мы с вами можем... Ага, новое задание у нас есть. Мы с вами можем отправить вот эту вот девушку маленькую для того, чтобы она скушала ягоды. Итак, она скушала ягоды или же нет? Да, ребятки, смотрите, она скушала ягоды и получается энергии добавилось сюда. И также еще и добавился у нас новый левел. Смотрите, вот с левой стороны нам, в принципе, показано, что нужно делать. То нужно один кустик скушать, то нужно еще что-то срубить, то еще что-то убрать. Короче, изначально у нас тут будет с вами небольшой такой, как бы, обучающий ролик, обучающее видео. Поэтому будем следовать просто рекомендациями игры. А потом, когда мы с вами нашаримся в нее играть, то у нас тогда все пойдет на изи. Мы с вами обязательно будем тогда в дальнейшем сами играть в нее. Второй уровень у нас и предлагают нам выбрать одну из трех карточек. Давайте мы выберем посредине. И что здесь? Мы с вами могли соль взять, а здесь у нас шнурок. И, а нет, все три нам дают. И жареные коренья. Ребята, это получается, типа, первобытно общинный строй. Видим, что тут вот все люди, все вот эти вот наши мамы, папы, дети ходят в каких-то шкурах. И нам нужно, наверное, со временем создавать цивилизацию. Ладно, давайте изначально мы с вами посмотрим, что у нас тут есть. Мы с вами можем поставить очаг. Предлагают нам поставить очаг. А вот только где его поставить? Давайте мы с вами попробуем очаг поставить где-то возле нашего, наверное, домика, возле нашей хижины. Итак, выставляем очаг. Отлично. Очаг у нас сейчас уже будет гореть. И наша семья будет потихонечку развиваться. Собери коренья. Теперь мне нужно какие-то коренья собрать. А вот здесь вот у нас есть коренья. Сейчас наша вот эта мама соберет коренья. И задание тоже будет выполнено. Отличненько, ребята. В принципе, понятно. Здесь нам нужно просто-напросто развивать вот эту вот семью. Нам нужно будет потом из первобытного общинного строя перейти в какое-то там далее, 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 да. И стать потом в дальнейшем прям цивилизованной... Так, а что такое? А что ты не идешь? Не хочешь рубить дерево? И потом в дальнейшем нам нужно будет, ребята, стать цивилизованной семьей. А вот мы с вами все срубили. И там с вами засчитали еще одно задание. Теперь мне нужно начать готовить коренья. У нас есть очаг. И на этом вот очагу мы с вами будем готовить коренья. Вот у нас есть возможность приготовить коренья. Через 5 минут, ребята, у нас коренья будут готовы. И наша мама, наверное, сможет приготовить первую еду. А мы, конечно же, потом эту еду с вами покушаем. Следующее. Мне нужно протереть камень. Давайте мы с вами попробуем этот камень протереть. И что теперь у нас получается? Камень это своего рода, наверное, будет типа стола. Это у нас, получается, будет столик. Это у нас будет жаркое, что мы с вами сможем скушать. Да, вот это жаркое. Оно у нас уже приготовилось. И сейчас вся семья, наверное, пойдет кушать. Накорми семью. Да, вы смотрите, ребята, нам нужно с вами накормить семью. Нажимаем мы с вами на этот вот столик, берем нашу картошечку. И вуаля, пожалуйста, кушать подано. Сейчас вся семья пойдет кушать. Видите, она вся сбегается, семья, к вот этим вот жареным кореньям. И сейчас они покушают эти жареные коренья и будут счастливые. Ну что, ребята, довольно-таки интересная и прикольная игрушка. Все, что нам нужно здесь будет делать, это просто развивать семью. Тут вот у нас потихонечку задания подсказывают, да, игра, что нужно делать. Вот смотрите, два раза кликаем на эти камни. И папа вот эти вот сейчас будет коренья полностью, о, не коренья, а камни полностью разбивать. А потом на этом месте мы с вами сможем что-то построить. Также вот у нас тут есть сундучок. И что это за сундучок такой? Сейчас, короче, я вот эти вот, наверное, еще камни давайте разобью. Все, отлично, эти камни тоже разбил. А в этом сундуке что у нас есть? Этот сундук, по-моему, пока, ребята, что не открывается. Это у нас было обучение. Сейчас обучение у нас завершено. Так, мне нужно что сделать? Выставить ткацкий станок. Елки-палки, чуть было не прочитал. Еле-еле прочитал, вернее. Итак, вот у нас есть ткацкий станок. Мы с вами можем его где-то здесь вот поставить. И потом, наверное, наша мама будет в этом вот ткацком станке нам что-то ткать. Да, наверное, новая одежда здесь у нас будет. Отлично. И теперь дострой ткацкий станок. И как его достроить? Нам нужно 5 бревен, 3 пучка травы и палки. Все у нас, короче, есть. Давайте мы с вами это все сейчас выберем. И теперь ткацкий станок у нас готов. Отлично. Наверное, таким вот образом сейчас мы, ребята, с вами сможем создавать себе уже одежду. Изначально нам нужно сткать вот эти вот шнурки. Они нам пригодятся, наверное. Давайте за кристаллики мы с вами это все ускорим. Итак, у нас с вами уже есть 2 ткацких вот этих вот... Ну, не 2 ткацких, а у нас с вами есть 2 этих, 2 шнурочка на ткацком станке. Мы с вами их добыли. Или 1. Нет, 1 мы с вами пока что всего-то нам всего добыли. Но, тем не менее, он нам, ребята, наверное, в дальнейшем пригодится. Ладно, друзья. Вот такая вот интересная и прикольная игрушка, где нам нужно будет развивать нашу семью. Нам нужно будет создавать, создать из первобытного общинного строя полноценную современную семью. Для начала нам нужно будет все это построить, потом все это улучшить и так далее. Но я думаю, что со временем мы с вами этим как раз-таки и займемся. Видим, что пока что нам предлагают улучшить наш дом. Через сколько? Через пару секунд он у нас перейдет на новый левел. Видите, он получается из такого простенького уже перешел в какой-то вигвам. И таким вот образом, ребята, мы с вами будем улучшать абсолютно все. В дальнейшем я надеюсь, что наша семья будет очень и очень цивилизованная. Если вам понравилась эта игрушка, она называется Family Island, пишите об этом в комментах. Я буду играть в эту игрушечку чаще. Теперь пятая на сегодня игра это Fishing Craft. Так как у нас тут с вами тоже нету сохранений, поэтому придется, наверное, начать новую игру. Я, правда, еще не знаю, что тут сделать нужно. Видим, что по картинке, по превьюхе у нас тут типа вода какая-то, да? Ну, давайте ничего менять не будем. Просто выбираем все по стандарту, что нам игрушка предлагает. И что теперь? А, ребята, мы, наверное, с вами рыбу будем ловить, да? Мы, наверное, с вами будем ловить рыбу. Или нет. Так, ребят, что-то я, короче, не пойму, как нам эту рыбу поймать-то. А, вот все, поймали что ли? Мы с вами одну рыбу, наверное, поймали, да? Да, глядите, друзья, мы с вами только что поймали рыбу. Нам говорят, wait, типа подожди. И давайте сейчас будем рыбку эту опять ловить. Ловить большая рыбка, большая и маленькая. А, вот таким вот образом, ребят, видите, она должна вот эта вот зеленая полоска на эту рыбу заходить. И получается таким вот образом наша рыбка, наверное, будет ловиться. Ну, мне так кажется. Сейчас, короче, мы посмотрим. Одну рыбку мы уже с вами поймали. Сейчас мы еще с вами попробуем одну поймать. Может, даже не одну. Да что ж ты будешь делать? Почему я не могу вытянуть рыбочку-то эту, а? Фишинг, фишинг. Типа ловим, ловим, ловим рыбку. О, вытянули. Ничего себе, моската с вами вытянули. Глядите, какой он здоровый. Просто жесть. А можно нам на него посмотреть? Ребят, смотрите, ничего себе. Я на него, конечно, посмотреть не могу. Пишет мне, что это легендарная рыба. Видите, 6 килограмм. Почти 7 килограмм. И это в фунтах 342 фунта, что ли? Или это просто нам заплатили столько? Ну, короче, 7 килограмм. Представляете, скат 7 килограмм. Вторая наша рыбалка. Обратно ждите, говорят нам. И теперь опять, наверное, мы будем ловить. Да, все, давайте забрасываем мы с вами нашу удочку. А, я понял, ребят. Вот смотрите, чем больше вот эта вот полоса зеленая, тем, получается, рыбка, наверное, будет меньше. Видите, вот полоса была большая и рыбка была очень-очень маленькая. Камон, она называется. Килограмм и 19 грамм, она. А, нет, килограмм и 190 грамм, она. Да, вот это круто, короче, ребят. Ну, что же, неплохо. Вот мы с вами уже и нашарились рыбку ловить. Это что у нас такое? А, нет, ребят, это просто-напросто наша менюшка. И в этой вот менюшке мы с вами можем себе, можем, короче, себе выбирать место, где будем ловить рыбку. То есть не на одном месте, это мы с пирса с вами рыбачили, а можем ловить, например, где-то в другом месте перейти. Либо вообще можем вот так вот проплыть до другого берега И на другом берегу вот где-то здесь вот попытаться ловить эту рыбку Сейчас я, короче, вот так вот на берегу встану Давайте еще с этой стороны мы с вами попробуем чего-нибудь поймать Так, подходим ближе и начинаем ловить Закидываем нашу удочку Здесь довольно-таки неплохая глубина Сейчас мы, короче, посмотрим, что у нас тут поймется О, здесь вот уже нормальная какая-то рыбка будет Потому что, смотрите, она... А нет, ребята, она тоже будет маленькая Да, будет, наверное, маленькая Потому что вот этот вот бегунок, он довольно-таки большой И у нас что тут? Баракуда Ну, в принципе, почему маленькая? 3 килограмма 410 грамм Довольно-таки неплохо Она у нас называется не баракуда, а рейд какой-то А, нет, рыба-баракуда, да Рейд, я не знаю, ребят, что это такое по-английски Но баракуда вот сверху пишет Ну, ладно, давайте еще разочек попробуем поймать какую-то рыбку Что можно сказать, игрушка? Ничего себе, вы глядите, ребят, кого я сейчас ловлю Вы видите, кого мы сейчас с вами будем ловить? Ничего себе, это, короче, какая-то шипастая Очень страшная и опасная рыба Главное, чтобы вот этот вот бегунок был зеленым Когда он будет зеленым, это будет означать, что мы сейчас эту рыбку вытянем Да, она рано или поздно сдастся И это у нас получается Lionfish А, Epic Я понял, ребята, то была просто стандартная рыба А вот это Epic, видите, эпическая А рыба называется Lionfish То есть рыболел Она практически 4 килограмма Тоже большая Ну, короче, самую большую рыбу, которую мы сегодня с вами поймали Это, скорее всего, что был скат Сейчас, наверное, обратно барракуда будет, потому что я вижу, что внизу прям видна эта барракуда Сейчас мы, наверное, с вами уже вытянем эту барракуду Да, она у нас обратно барракуда И 3 килограмма 90 грамм Если вам тоже понравилась, ребят, эта игрушка Если вы хотите, чтобы я в эту игрушечку тоже чаще играл Просто пишите, пожалуйста, об этом в комментариях Давайте еще одну рыбку мы с вами вытянем И будем играть уже в какую-то другую игру Что интересно, тут мы с вами вытянем Ого, ничего себе, ребята, мексиканский Мексиканский козел какой-то Ну, понятно, ладно, ребята Она у нас тоже 3 килограмма 31 грамм Ой, 310 грамм И мы, наверное, тоже сможем потом эту рыбку, если что, продать И зарабатывать какие-то денежки себе Потом, в дальнейшем, возможно, за эту рыбку Видите, за эти денежки мы с вами сможем себе строить Различные построечки Это у нас была Fishing Craft Следующая игра на сегодня, в которую мы с вами тоже поиграем Это у нас будет Heroi Change Ну что, как обычно, придется, наверное, следовать рекомендациям игры Для того, чтобы ее проходить Итак, для начала нам показывают, что мы с вами должны сжечь скелета лавой Потом мы с вами должны будем загасить лаву водой Теперь открыть одного кого-то героя Открыть другого героя А, ребята, видите, справа герой, он в клетке находится, в тюрьме Мы его, наверное, должны освободить Сейчас мы его, короче, освободим И тогда, наверное... Что это такое? А, я понял, он ударом сейчас ударит, я понял И тогда у нас, наверное, будет уже два героя И мы тогда с вами будем играть с помощью двух героев Но сейчас, короче, тоже будем разбираться потихонечку Нам с вами подбросили какую-то военачальницу Отлично А вот наши компании, короче Вот это наше менюшка, менюшка нашей игры И в этой игре мы с вами не... Ой, в этой менюшке мы с вами и будем разбираться Хорошо, давайте компании попробуем пройти Первая компания Вот это первая компания Ну что же, погнали У нас с вами два воина уже есть А нет, всего-то нам всего один воин, да? Так, всего-то нам всего один воин у нас, и все Мощь 365, практически как дней в году, да? Так, и что тут сейчас произойдет? Наш с вами вот этот вот рыцарь сейчас уничтожит одного энта Собираем мы с вами какой-то сундук Подобрали один Здесь у нас уже будет два энта Так, отлично Ребят, короче, я, в принципе, понимаю, что это за игрушка Это типа, наверное, Лига Хаоса, да? У нас тут с вами будет возможность нанимать наших новых воинов И потом с помощью этих вот воинов сражаться против других различных сил зла Вот, для того, чтобы этих вот сил зла уничтожить Нам нужно как можно больше этих воинов набирать И все будет отлично Видите, вот одного мы с вами уничтожили Сейчас мы еще второго и третьего тоже уничтожили Отлично Наша военная начальница уничтожила Сукуба Таким вот образом мы с вами будем проходить кампании Так, здесь нам обратно загадка И нам нужно эту загадку отгадать Давайте мы ее отгадаем После того, когда мы с вами эту загадку отгадаем Наверное, мы с вами сможем еще одного Но это Сукуб, по-моему Но все равно мы его, наверное, будем освобождать, да? Давайте освободим его И теперь у нас еще плюс одна карточка Сукуб Тала Теперь у нас будет Сукуб и военачальница У нас, значит, будет уже два воина, да? Вообще здорово Хорошо, погнали А как нам теперь... А, тут показывают, что еще сундуки можем открывать Ну, давайте купим один сундучок Еще один герой, ребята, ничего себе Еще один третий герой Это у нас будет лучник Да, вообще круто Очень и очень круто А как нам тут это все опускать? Ага, я знаю, что нам сделать нужно Хорошо, переходим Здесь вот нам нужно тогда перейти дальше Здесь вот быстрее, быстрее А, отличненько А, нет, ребят, не отличненько Немножко мы с вами не так сделали, как нужно было Давайте мы попробуем вот так вот сбросить на скелета пока ящик Ящик мы сбросили на скелета Хорош Хорош, хорош, хорош Ребятки, ну, в принципе, вот теперь мы, наверное, эту миссию и пройдем, да? Мы уничтожили скелета И сейчас еще одного героя, наверное, освободим И у нас будет еще плюс один Тогда у нас будет уже суккуб Вот этот вот еще один новый лучник И будет наша военачальница Пока что нам показывают, что мы можем еще и сундуки покупать за гемасики Еще плюс один будет военачальник, что ли? Сейчас, короче, разберемся, ребята А, вот наши герои И сколько у нас тут их? Видите, у нас тут получается их 4 штуки Снайпер, мы его с вами открываем Отлично Теперь нам нужно этого снайпера как раз-таки открыть Так, а как нам его тогда с вами, ребята, открыть-то, а? Так, давайте мы с вами попробуем каким-нибудь образом открыть А, нет, ребят, наверное, мы с вами не сможем его открыть А, нет, смогли, смотрите, все правильно Мы с вами сделали все правильно Сейчас плюс еще один герой мы с вами открываем И потом в дальнейшем, когда мы будем сражаться У нас с вами будет уже 4 героя Давайте попробуем сейчас, наверное, еще пройти одну кампанию С кем мы сейчас, интересно, уже будем сражаться Тут у нас уже будет, наверное, намного сильнее вражеские войска Но мы с вами обязательно их уничтожим Потому что у нас уже с вами есть 4 героя Один только второго левела И три героя первого левела Но это тоже поддержка Это тоже помощь своего рода, да? Вот смотрите, получается довольно-таки неплохо Даже мои воины уничтожают Цукуба пошла ульта Уничтожили еще одного вражеского воина Погнали дальше Здесь сейчас еще одного уничтожат Пошла ульта у моего самого главного воина Сейчас мы с вами применим ульту нашего снайпера Он практически вынес вражескую вот эту вот колесницу И теперь последние, ребята Несколько еще ударчиков И мы с вами одерживаем победу Очередную победу мы с вами одержали Хорошо, ребята, вот такая вот интересная и прикольная игрушка Если она вам понравилась, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях Я, соответственно, буду играть в эту игрушечку почаще Она типа Лиги Хаоса Что-то наподобие его Такая игрушка раньше была, мы в нее играли Ладно, теперь предпоследняя на сегодня игра Это Айдл Аркс Ну что же, нам, скорее всего, что нужно будет выживать на вот этом вот плоту Или что? Сейчас мы с вами попробуем подтянуть Это кто вообще такой был? Это человечек был А, ребята, это было, получается, типа, как вода Он на этой воде плыл, плыл И вот сейчас доплыл до плота Мы его, получается, в этом вот плоту спасли И теперь мы с вами можем достраивать плотинки Вот эти вот Одна плотинка стоит 100 дерева Давайте мы ее с вами достроим Вот мы ее сейчас построили Отличненько Хорошо Сейчас мы с вами еще можем одну плотиночку построить Сейчас давайте мы вокруг этого вот дерева Обстроим полностью всю плотиночку А вот у нас тут еще есть деревянные колбики, да Давайте мы сейчас эти деревянные колбики пособираем И сколько тут у нас дерева в этом колбике одном деревянном? 250 Ничего себе, ребятки! Просто круто! Просто круто! Смотрите, у нас тут получается с вами небольшой такой островочек И один рабочий И как раз-таки с помощью этого рабочего Мы с вами и должны, наверное, выживать Мы здесь с вами можем посадить вот сейчас сад Но для того, чтобы посадить сад Нам с вами нужно будет еще 50 древесинок Так как сад посадить стоит 400 древесинок А у нас с вами есть 350 Сейчас мы с вами подобрали еще 250 И теперь сможем поставить сад Теперь у нас с вами будет и сад И теперь у нас с вами будет уже дерево, которое будет приносить нам дрова Дрова, дрова, дрова Итак, отлично! Просто круто! Теперь у нас еще и еда, наверное, будет появляться, да? Мы с вами сможем теперь эту еду забрать И что? Так, ну еду я, в принципе, забрал, ребята Но почему-то здесь мне ничего не добавилось Ну ладно, давайте мы сейчас с вами попробуем еще построить Несколько вот таких вот полотиночек здесь, да? Для того, чтобы тут у нас уже было на чем ходить Вот, давайте дальше мы это все отстроим С вами отгрохаем Будет у нас вот такой вот большой, прибольшой островочек Так, тут вот у нас есть возможность еще вот эту вот морковочку пособирать Сейчас, короче, я ее соберу Морковку я... А, нет, я не морковку собрал, ребята Я, получается, собрал дерево А сейчас вот я соберу уже морковочку Давай, иди сюда Ладно, сейчас мы, короче, с вами тогда еще вот это вот дерево уберем Почему-то я морковку не могу забрать Возможно, потому что я не голоден Друзья, глядите, какой сундук есть, ребят Вот это круто Мы с вами еще имеем... Смотрите, 950 единиц дерева Вообще отлично Просто здорово Просто здорово, ребят Давайте сейчас мы вот это все будем строить Видите, здесь мы с вами можем автоматически прямо это все простраивать Нам не нужно за каждым разом говорить строителю, что делать Он сам автоматически это все делает Мы с вами тут можем улучшать нашу скорость постройки И также с вами вот у нас есть те строения, которые мы можем построить Это у нас плод 100 единиц дерева стоит Дальше есть у нас тут с вами костер 2, ну, факел, да 2,4 тысячи дерева стоит Дальше у нас тут с вами есть еще... Мы уже построили, в принципе, это карус, получается, морковка, да То есть, скорее всего, что грядка с морковки Она нам приносит или приносит или стоит 6 тысяч дерева Дальше еще одно дерево стоит 5 тысяч и это... Так, это получается Captain Room Какая-то комната Наверное, наша будет комната Для того, чтобы поставить первую комнату Первую комнату нам нужно с вами 4 тысячи дерева Ну что же, понятно Давайте сейчас мы с вами заберем вот эти вот кристаллики Кристаллики, к сожалению, мы с вами не забрали А здесь мы с вами можем что-то новенькое уже построить, да А, вот Captain Room эту как раз-таки мы можем построить Но для того, чтобы ее, ребятки, построить Нам с вами нужно 4 тысячи дерева Ладно, сейчас мы с вами будем тогда зарабатывать дерево Когда зарабатываем 4 тысячи дерева Сумеем построить эту как раз-таки комнатку И в этой комнатке, наверное, мы с вами сможем уже жить Смотрите, для того, чтобы построить вот эту вот комнатку Нам нужно 4 тысячи дерева Для того, чтобы построить этот... Как он... Факел Нам нужно с вами 2400 единиц этого самого дерева Так что придется, ребятки, сейчас, наверное, очень хорошо потрудиться Ладно, давайте мы сейчас с вами тогда попробуем Чу-чуточку, возможно, увеличить наш с вами плод Получится нам его увеличить или нет? О, мы его даже можем вот так вот поворачивать Ааа, здорово, ребята, просто здорово Видите, тут у нас автоматически все это как бы создается А вот тут у нас еще есть один какой-то чувачок плавает Сейчас у нас, наверное, будет уже 2 тогда рабочих, что ли И 2 рабочих будут вместе выживать И наша с вами вот этот вот плод, наша с вами база Будет все больше и больше Отлично Два рабочих у нас тут есть Хорошо, а морковка у нас будет собираться? Или же не будет она собираться? Вот смотрите, я морковку, получается, убираю И 150 единиц дерева морковка дает Вообще отлично А само дерево сколько дает? А само дерево дает, по-моему, 100 единиц Ну что ж, неплохо Теперь вот еще один у нас рабочий У нас тут с вами уже есть 2 рабочих Один беленький, самый первый И вот еще один, короче, черненький есть Теперь нам нужно с вами убирать морковку Убирать вот это вот дерево Зарабатывать побольше древесинки И потом, когда у нас уже будет нужное количество дерева Мы бы с вами смогли эту базу еще прокачать Нам для того, чтобы ее прокачать Нужно 6,5 тысячи дерева А у нас с вами есть Вот она всего 2,4 тысячи Но я думаю, что сейчас со временем, ребятки Мы с вами это все доведем до путя И у нас тут с вами, ребят, будет Хорошая расстроенная база Ладно, друзья А так как еще довольно-таки долго ждать Придется, наверное, с этой игрушки заканчивать Если понравилось, пишите в комментариях Ну а теперь самое последнее на сегодня Это Kind of Defense Для начала тоже, наверное, придется просмотреть превьюху И потом, после этой превьюхи Уже нам либо подбросят армию, за которую мы будем сражаться Либо, скорее всего, что нам подбросят место На котором нам нужно будет эту армию развивать Итак, тут у нас получается какое-то сражение орков с людьми Произошло, видите, здесь вот у нас люди сражались с орками И что теперь? Так, до конца я не понял, что Вот с левой стороны наша база А с правой стороны на нас наступает армия орков Вы посмотрите, какая здоровая эта армия орков А как нам их-то уничтожать-то, а? Как нам их уничтожить? Чем нам их вынести? А, мы здесь, скорее всего, что сможем, наверное, вышки выставлять, да? Точно, ребята! Мы с вами здесь сможем вышки выставлять И сможем вышки улучшать Вот оно что! Эти как раз-таки вышки, наверное, ребят, будут нам наносить Вернее, не нам, а Этим вот врагам они будут наносить дополнительное количество урона Вообще здорово, ребятки! Вообще здорово! Сейчас мы, короче, все вот эти вот вышки с вами поставим И все у нас будет здесь отлично Нормально, пока что сражаемся Неплохо, неплохо Нам тут нужно лечить Лечить нам нужно Но пока никого лечить не нужно У нас уже герой новый появился Сейчас вот как раз-таки этот новый герой, наверное, будет наносить повреждения нашим врагам Еще плюс одну вышку мы поставили И давайте еще одну вышку поставим Отлично! У нас с вами уже есть 8 вышек И все эти вот 8 вышек будут наносить повреждения оркам И я надеюсь, что они рано или поздно этих всех орков-то поуничтожают Вышки это, конечно, моща Просто моща По-другому ее и не назвать Ого! У наших этих вот воинов восстанавливается здоровье, оказывается Здорово, что оно у нас восстанавливается Вернее, у наших воинов оно восстанавливается А как нам еще других вышек немножечко понасоздавать? Можно нам их понасоздавать или же нет? Смотрите, мы с вами можем... Мы с вами можем... Ребят, глядите, тут вышка на вышке Мы с вами можем выставлять вот так вот Одну вышку на другую выставляем Вот таким вот образом Смотрите, у нас тут будет наноситься максимальное количество урона Вот этим вот оркам, да? Вообще здорово! Вообще здорово, ребята! Так, а здесь вот мы можем нанести еще дополнительное количество урона? Да, конечно же, можем И еще наносим дополнительное количество урона Тоже нанесли И за нас теперь, наверное, дракон будет сражаться Нет, дракон за нас, короче, не сражается Но в любом случае, вот эти вот орки, ребят, они отступили, потому что видят, что они не смогут пробить нашу с вами оборону. Нам сейчас, наверное, продлят... Нет, ничего нам не продлили, просто подбросили кое-какие ресурсы. Но сейчас нам, наверное, придется вот этих вот всех воинов и все вот эти вот башни заново отстраивать и строить нашу с вами базу. Как раз-таки на этой, наверное, нашей с вами базе мы и будем с вами жить, поживать и добра наживать. Смотрите, первую миссию мы отстояли, теперь нам показывают, что мы, наверное, будем с вами уже на второй миссии. Она называется Старый Утес сражаться и, возможно, частично еще будем освобождать территорию от орков. Итак, давайте подождем, пока загрузится карта. Ого, это дракон вообще какой-то! Ничего себе, хвост дракона! Ну, ладно, а что же нам тут тогда делать? Мы с вами должны, наверное, поднимать... Давайте, изначально мы построим с вами одну вышку. Отлично, первую вышку мы с вами построили. Теперь еще одну вышку давайте мы с вами построим. Вот, мы с вами две вышки уже отстроили. И теперь вот эти вот две вышки будут наносить нужное количество повреждений. Ну, я надеюсь на это, ребята. Давайте мы с одной стороны будем устраивать одни вышки, а с другой стороны мы будем устраивать другие вышки. И вот таким вот образом будем наносить побольше повреждения. Ну, я очень на это надеюсь, ребята, что мы будем наносить побольше повреждения. Нет-нет-нет, не продам, не продам, продавать не нужно. Никого, ребята, продавать не нужно. Здесь вот мы с вами еще тогда одну вышку давайте поставим. Давайте вот эту вот поставим вышку, она довольно-таки мощная. Круто! Еще один лучник к нам приходит на помощь. Вот этот вот лучник, видите, он сейчас к нам пришел на помощь. Давай, иди. Я же его выдвигаю. Почему же ты не выдвигаешься? А, вот все нормально, он пошел, ребята. Сейчас у нас будет уже сражение с помощью лучника. То мы с вами сражались с помощью мечника, а теперь мы с вами будем сражаться с помощью лучника. Все наши вышки довольно-таки серьезные. Сейчас они максимально будут наносить повреждения нашим врагам. А, вот тут у нас еще и способности есть у нашего лучника. Видите, у него тут есть активные стрелы. Как раз-таки с помощью этих вот активных стрел мы и будем наносить побольше повреждения. Вообще здорово, просто здорово. Давайте максимально еще нашу, наверное, прокачаем базу. Хорош. Сейчас вот эту вот еще базу мы с вами прокачаем. Мы тут все базы, короче, попрокачиваем с вами для того, чтобы нормально они наносили повреждения этим вот врагам, если кто-то случайно пробьется. Так, отлично, еще базу давайте мы с вами прокачаем. Прокачиваем, прокачиваем. Сколько тут еще воинов злых на нас будут наступать? Глядите, еще летающие какие-то подходят. Мы, мыши или кто это такие? Да, летающие мыши, ребят, подходят. Нам нужно сейчас срочно их выносить. Просто срочно нам нужно их выносить. По-другому ничего у нас не получится. Так, отлично, улучшаем. Еще пошли наши войска. Нет, не нужно было нам применять ульту. Мы с вами и без ульты, в принципе, справились. Сейчас вот эти вот злые монстры на нас тут подходят. Сейчас мы их с вами тоже раздамажим просто на изи. Отлично, повносили практически всех. Тут у нас еще какие-то зеленые монстры подходят. Нам нужно этих зеленых. Последняя волна пошла. Ребята, пошла последняя волна. Если сейчас мы с вами выстоим, то, наверное, еще одну победу запишем на наш с вами счет. Тут, в принципе, осталось совсем немножечко еще продержаться. Вот этого орка нам нужно, в принципе, кокнуть. Вот я и подлечился. Орка мы с вами добили. И что, все что ли? Да, ребята, наверное... А, нет, еще не все. Смотрите, сколько много у него здоровья, у этого орка. Нам нужно срочно его уничтожать. Срочно гасим этого здоровенного, злого, страшного орка. Мы его, ребята, с вами уничтожили. Отлично. Вот мы с вами, получается, провели две битвы. И две битвы мы с вами победили. Отвоевали еще частично домик, ну, домик, либо территорию наших с вами рыцарей, за которых мы сражаемся. Здесь у нас, получается, противостояние, как в Варкрафте, рыцари против орков. Если, ребята, вам игрушка тоже понравилась, и хотите, чтобы я и дальше в эту игрушечку играл, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Следующую, третью миссию мы уже с вами будем проходить тогда в следующий раз. Также обязательно напишите в комментах, какая из этих игр вам понравилась больше всего. Ну, и я вам буду очень благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если кто еще ранее этого не сделал. Ну, а пока что на этом все. С вами был Алла Нубик. Всем пока!